Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Вчера была днюха сил специальных операций Украины, ССО, по-другому называют, в которые входит несколько полков сил специальных операций, ну, автофтология, ну ничего, тем не менее, которые расположены в различных частях Украины, Бердичев, Хмельницкий, Кропивницкий, не столь важно, но это красавчики, это просто красавцы, которые зачастую, имея не такую-то большую численность, решают течение не только определенных сражений, но я уверен, что они внесут решающую лепту в победу Украины над фашистской Россией. Они были созданы в 2016 году, 28 июля, сегодня 29, я, к сожалению, вчера не успел об этом рассказать, но тем не менее, что такое ССО? Прежде всего, это высокоподготовленные, высокопрофессиональные бойцы, готовые выполнить в любой момент любой приказ. То есть, эти ребята, они, не подумайте, что... Ну, и они существуют, де-факто, все-таки не с 2016 года. Давайте вспомним, как Кропивницкий полк, да, спецназа, как он громил расистов в 2014 году, помните, в районе Донецкого аэропорта, когда они там поперли в аэропорт, они думали, что сейчас они его захватят, что вот сейчас они тут с наскока все там возьмут в Донецке. Ага, захватили. Помните, как они его штурмовали? Сначала им там насыпали так, что мало не казалось. Они драпали с аэропорта. Они же подъехали туда, думали, да мы тут сейчас зайдем, тут как в СБУ зашли, помните, в Донецкое. Да мы тут сейчас зайдем, мы тут всех через коленку сейчас перекинем. Ну что, перекинули? 242 дня лобешником бились об стены Донецкого аэропорта. Ни черта не могли сделать. До сих пор стоит разрушенная линия фронта, до сих пор в 500 метрах там оттуда. То есть, это просто красавцы. А сейчас так вообще молчу. Посмотрите в Гастомеле, когда они перегрохали там, где делась ваша Псковская воздушно-десантная дивизия? Где она? Алло, русские. Вы зашли, вот вы залезли в Гастомель с этим вот рылом этой дивизии. Ну, и где она делась? Что-то после этого эта дивизия больше не просматривается. Как-то вот зашло туда гораздо менее малочисленное ССО наше. И, как говорится, 76-я воздушно-десантная дивизия где-то исчезла. Потом еще одна воздушно-десантная дивизия исчезла где-то, непонятно где. А как они пожгли вот эту колонну? Не только, не надо понимать, конечно, не надо утрировать. Понятно, что не только силы специальных операций принимали в этом участие. Там вооруженные силы Украины. Там ТРО принимало. ТРО вообще красавчики. Они там всех гасили так, что аж Гай шумел. Потому что они знают нас. Тут в Киевской области они вообще знают. Они же каждый куст знают. А расисты сюда приперлись и огребли так, что... Помните вот эту колонну 65 километров, которую я хотела штурмовать Киев? Что с нее сделали? С нее сделали котлету. Получилась 65 километровая котлета. Средние прожарки. Иногда очень даже хорошие прожарки. Так вот там как раз наше ССО тоже очень хорошо отработало. Красавчики просто. И не только там. А на левом берегу на Киевщине как они отработали. А в Харькове. Помните, как эти обормоты расистские залезли в Харьков? Помните на пяти или на семи тиграх? Не помню, сколько этих тигров было. Сколько эти тигры просуществовали, а? Две минуты или четыре? Вот и я об этом. И сейчас они продолжают невидимый бой. Продолжают в Херсонской области, например, в Донецкой области, в той же Харьковской области продолжают долбашить расистов. Так что, ребята, это высокопрофессиональные бойцы. Это бойцы, которые, самое главное, они знают, что они защищают, кого они защищают. Потому что они защищают свои семьи. Они защищают свою родину от самой черной, самой паршивой, самой поганой нечисти, которая существует на сегодняшний день. Это российский фашизм, красно-коричневая сволочь. Так вот, от этих-то наши красавчики и защищают. И я уверен, что лег-то день, когда на развалинах Кремля БЕЦСО установит наш жовто-блокитый флаг. Слава Украине! Героям слава!